День всех святых и день поминовения во Франции. Во Франции день святых это день поминовения умерших. Здесь не устраивается шумных карнавалов и вечеринок. Сегодня очень хмурая погода и мы с пойдем на кладбище. Необычное видео для нас, но все-таки мне хочется показать вам какие существуют во Франции кладбища. Поэтому оставайтесь со мной и проведем этот, не хочу говорить грустный, потому что жизнь граничит со смертью и смерть это часть нашей жизни именно этот день вместе. У нас на кладбище есть два входа центральный и также маленькая калитка, куда вы можете войти. И вот именно в день святых французы посещают кладбище своих родственников умерших и похороненных. На государственном уровне 1 ноября это праздник всех жертв второй мировой войны. И я хочу вам сегодня показать вот именно французские кладбища. В этот день во Франции многие несут цветы и цветы вот именно хризантемы. Также вы можете увидеть лейки, которые можно взять и полить цветы и посадки на клумбы, на могиле. И могилы они разные, но у них нету, так сказать, ограждения. Они находятся вплотную друг к другу и это разные семьи, не только родственники. Где-то больше ухаживаются за могилами, где-то меньше. Мы приучили Сашу с самого детства приходить навещать дедушку, бабушку. У нас на этом кладбище у моей семьи, семьи мужа захоронены дедушка, бабушка, родители, бабушки. Все они находятся в одной могиле. Позже свекровь расскажет о своих особенностях захоронения. Рядом с могилой вы можете увидеть пустое место, то есть могила, которая пустует. Могилы украшают по-разному, фотографии делают разные, но очень часто это какие-то керамические вазочки, цветы из керамики. И наша семья, то есть моя свекровь любит привозить вот такое деко, вот именно, можно назвать все-таки деко. Извиняюсь, если я что-то говорю не так, неправильно и некорректно, просто очень сложно подобрать лексику к такому видео из Италии. Также высаживают цветы. И знаете, кладбище во Франции, они не являются чем-то устрашающим, чем-то таким, наверное, сказать... Французы, они живут рядом, как я вам показывала. Окна домов могут выходить вот именно на кладбище. Они могут и ученики, и студенты проходить по кладбищу, чтобы идти на учебу, на работу, то есть это вполне нормально. Люди могут каждый день приходить на кладбище. Кладбище открывается, есть хранитель кладбища, так сказать, гардиен, который живет в том дальнем, не живет, а работает в дальнем домике. У него частный дом рядом с кладбищем. Там есть бюро, есть туалет, есть то, что нужно. И вот именно он открывает утром и закрывает вечером кладбище. По-моему, в 6 вечера оно закрывается, и в 8.30 утра или в 8 часов утра оно открывается. А за кладбищем есть специальный магазин, так я его назову, где можно заказать памятники, где можно заказать букеты цветов или то, что гравируют. Здесь свекровь рассказала, что право на могилу покупается на 15 или на 30 лет у мэрии. То есть, консессиум. И каждые 30 или 15 лет нужно снова оплачивать, чтобы могила оставалась как бы у семьи. Могилы вообще очень разные. Кладбище начиналось с самого низа, и сейчас оно поднимается вверх. И могилы разные. А вот это как раз и есть тот фунебр, помп фунебр, где можно заказать вот именно букеты цветов, хризантемы. Хризантемы у нас более такие цветы на кладбище. Их не дарят просто так. Сейчас я вам показываю новые постройки в нашем городе, достаточно новые, в центре города. Мы пошли к флористу заказать цветы на остальные могилы. И также поддержать нашего флориста, потому что с 1 ноября, со 2 ноября, скорее всего, он будет закрыт. И закрывают на карантин. И мы поддерживаем нашего флориста, покупаем у него цветы, желаем ему терпения. И все будет хорошо. Здесь очень часто заказывают цветы на праздники, на Новый год. Вот как раз она все уже украсила. Ну, будем надеяться, что магазин будет открыт к Новому году. Я думаю, что все на это очень сильно надеются. Возвращаемся на кладбище. На кладбище здесь памятник всем погибшим во время войны. И также есть такой участок, где захоронены солдаты. Кладбище очень хорошо убирается, то есть за ним следят. Здесь убирают все чисто, ухоженно. И под наблюдением. Я считаю, что это очень-очень важно. Напишите, как у вас. Вообще, в России кладбище в центре города, конечно же, такое редко, где увидишь. Хотя, возможно, есть такие города. Если я ошибаюсь, то вы можете меня поправить. И написать мне. Да, моя семья католическая, они верующие. Поэтому часто посещают кладбище. А здесь, также подбираю лексику, очень трудно. Здесь прах усопших, то есть урны усопших. И вот так это все выглядит с именами, с цветами. Вот такой уголок отделен специально на кладбище для тех, кто не хочет быть захороненным. А вот именно родственникам выдается урна с прахом. И посередине вы видите, он называется Jardin de mémoire. Это сад памяти. И вот именно в саду памяти, здесь вот как бы ячейки такие, да. А вот сад памяти, здесь просто таблички и прах развеивается. Развеивается просто семьей. Все это, возможно, необычно. И для кого-то это вполне нормально. Но в Европе вот именно так. Когда я увидела это первый раз, меня тоже это удивило. Сейчас я к этому привыкла. Все ухожено. Видите, можно ставить статуэтки, можно ставить вазы. Многие приносят керамических ангелов, ангелков. В общем, все очень аккуратно и очень хорошо ухожено. Для французов посещение кладбища это священно. И поэтому с детства, вот как мы и Сашу, сейчас вот свекровь рассказывает. Как раз про то, что есть, что прах может развеиваться в Жарден-де-Мемуарь. Приучаем мы Сашу ходить на кладбище. А здесь вот могилы, я спросила у свекрови, что это. Это могилы без памятников, без всего. Это, скорее всего, люди, которые просто не имеют ни родственников, просто у людей, у которых нету «кяк-ди-дон-ти-те», то есть не знают, кто это. В общем, вот такой день 1 ноября. Надеюсь, что было познавательно, что вы узнали что-то новое. Возможно, кого-то удивили такие кладбища. Кладбища во Франции разные. И возле нас есть знаменитое кладбище Сан-Женевьев, Святой Женевьевы, город, где захоронен Нуриев, да? Если я правильно, могила Нуриева. И у меня есть такое видео. Посмотрите в плейлисте. Я всех целую и обнимаю. И до скорой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok